Но не только Мэрлин Монро по силам задать новый тренд. Оказывается, с этим может справиться даже детская игрушка. Созданная в далеком 1959 году кукла Барби с несвойственными для пупсов того времени женскими параметрами практически мгновенно стала иконой стиля. Звание главной Барби России Татьяна Тузова выдрала у соперниц не только с помощью острых коготков. Она содержит музей кукол, в нем 12 тысяч экземпляров, записывает песни, блогерствует, продает свою линейку одежды, снимает клипы со звездами и даже выступает в Государственном Кремлевском дворце. Желанная в семье, такая красивая, пудра, помада и я всеми любимая. Все началось, когда Татьяне было 6 лет, и мама подарила ей на день рождения ту самую куклу. Недоступная, по тем временам для многих роскошь, казалась мостиком в другой мир, роскошной и беззаботной. Девочка решила остаться в нем навсегда. Гардероб, обстановка квартиры и автопарк в соответствующих оттенках. Одноклассники, знакомые и незнакомые, крутили пальцем у виска, а ее куклы тем временем росли в цене. Первые Барби 59-го года выпуска стоят уже больше миллиона. У дамы с бантиком два высших образования. Она преподаватель по классу фортепиано и специалист по связям с общественностью. То есть Татьяна творческий человек, умеющий продвигать свое творчество в массы. Два слагаемых, которые выросли в целую розовую империю. А внешность не просто эпатаж, а ходячая реклама. Тузова продает аксессуары и одежду. В розовой готовы наряжаться, кажется, все – девочки, взрослые женщины и даже мужчины. Пока соперницы бегали по ток-шоу и выясняли, кто из них – самая Барби, Тузова, раскрутившись на образе американской пластмассовой красотки, слегка его русифицировала и зарегистрировала собственный бренд. Оказывается, в куклы можно играть и в 30 с небольшим хвостиком. И если не заигрываться, а действовать строго по плану, то это принесет не только удовольствие, но и деньги. Впрочем, подобные истории в российских фэшн-кругах скорее исключение. В целом, с модой у нас в стране все сложнее. Дизайнеры есть, а вот многомиллиардной индустрии, как таковой, нет. Наши, как правило, не могут позволить себе заказывать у аналитиков фэшн-прогнозы за десятки тысяч долларов. И действительно творят. И создают то, чего еще никто в мире не видел.